мы запустили премьер и теперь давайте посмотрим что у нас здесь есть у нас здесь рабочий процесс выглядит следующим образом сначала мы собираем все что нам нужно для работы в панели project что здесь мы складываем все ассеты которые будем использовать для монтажа мы можем просматривать их в окошке source потом нарезаем на таймлайне и смотрим результат программ все просто вот движемся вот так вот а теперь эти новые эти другие новости более подробно но прежде чем перейти к объяснению хочу рассказать тоже небольшая фича которая буду часто пользоваться чтобы потом не возникал вопрос как я это сделал есть такая замечательная клавиша тильда она находится на пистишной клавиатуре на месте буквы и она маковской клавиатуре она находится между левом шифтом и клавиши z вот и она делает следующее она разворачивает окно на который вы наводите мышкой на весь экран мне так будет проще потому что данные раскладки окошко project маловатенькая прежде чем мы приступим к работе я искал назначение вот этих основных панелей я покажу как их можно перенастраивать значит в первую очередь у нас можем их менять границу чем удобен пример одна из особенность примера то что рабочее пространство полностью настраиваем мы можем двигать панели как угодно можем менять их местами мы можем перенастраивать можем сохранять на раскладке и к слову сказать это не во всех монтажных системах так можно делать поэтому я считаю это плюсом потому что большинстве монтажек она зафиксирована есть определенные стандартные раскладки и вы не можете их менять абсолютно свободно как вам кажется удобным или нужен в данный момент поэтому сейчас да я могу просто менять границы перетаскивать это первый уровень 2 могу хвататься вот за центральный узел вот за этот вот и просто вот так вот его передвигать третье я могу менять местами панели потому что здесь у нас на каждом каждого такой вот области находится не одна панель а несколько я могу переключать я могу их раскладывать так как мне угодно потому что не у всех экран такого размера но ноутбуки он может другого размера вы можете включать несколько экранов по ним располагать эти окна как вам удобно для того чтобы перенести экран не нужно схватиться вот за эту вот область вот вот за это вот я хватаюсь и видите я уже могу и переносить яма если я брошу вот в центральный прямоугольник допустим вот сюда она появится здесь вместо отдельные закладки если я брошу вот в боковую трапецию она отнимет ровно половину от этого прямоугольника и займет это место также можно оттянуть в край ведь появляется большая зеленая полоса я отпускаю вот у меня занимаем он занимает естественно половину всего экрана но мы потом выдвигаем столько сколько нам нужно и можем сейчас я могу вам показать как выглядела раскладка рабочего стола до версии cc мне казалось она тогда более удобный это здесь было маркеры брать закрыть вот примерно так она выглядела примерно так и сейчас я тоже часто использую такую раскладку для работы потому что с временами она действительно удобнее но как только мы все поломали и сделали что-то если нам не нравится что мы наделали у нас всегда есть вариант откатиться назад для этого мы вернемся нажмем сброс выберем ту расклад в которой мы сейчас работаем еще два раскладки едите нажимаю reset to save it layout окей мы вернулись к тому с чего начинали к предустановленной раскладки и теперь немного еще о том какие раскладки есть для чего они нужны здесь у нас сверху есть панель с имеющимися раскладками и сейчас они если вы присмотритесь они расположены не по алфавиту они расположены по порядку работы по логической организации работы то есть и сначала у нас обучающая панелька assembly это первоначальная сборка и отсмотр материала потом editing это основной монтаж color цветокоррекция эффект спецэффекты аудио чистка звука графика и лаборист не знаю уже не знали куда воткнуть и тоже не очень понятно потому что после вот этого момента скажем так они могут меняться местами потому что можно сначала применить эффекты потом цветокоррекцию но вот приблизительно то что сначала первоначальный осмотр и потом монтаж а уже потом цветокоррекция эффекты аудио это абсолютно точно посмотрим чем они различаются значит в раскладке learning у вас появляется здесь обучалка и здесь вы можете обучиться элементарным функциям обучалка очень удобная прям она появилась недавно в последнем обновлении но она достаточно удобно и базовым действием она может обучить если вы знаете английский язык потому что она основана не только на обучении она действий то есть вам говорят что делать вы это делаете идете дальше вот вам еще раз обучалка про панели как раз следующая раскладка это assembly чем она отличается вот кстати что то она тоже неправильно сейчас я сброшу опять с ошибкой она должна быть вот такой здесь должен быть большой таймлайн и маленький звукометр значит раскладка assembly она отличается тем что у вас большое окно для просмотра и отбора материала и окно программ и сорс объединены в одно место здесь вот я хочу отметить что есть такая вещь как активное окно вот видите синий синенькой рамкой объединено активное окно поэтому здесь вы можете отсматривать и когда вы смотрите на таймлайне вас активизируется программ когда вы кликайте клип здесь вас активизируется сорс но чтобы не быть голословным давайте я сейчас немножко забегу вперед и свернул мой проект импорт ну какой-нибудь материал подробно потом разберем какие способы импорта пока сейчас вот смотрим материал и вот когда мы просмотрим материал он активируется про панель сорс когда мы смотрим этот материал на таймлайне автоматически переключается панель программ и кстати вот такой способ работы существует во многих монтажных системах объединять окно программ и сорс так работает а вид по умолчанию так работает final cut x потому что местами да это удобно но люди которые работали в премьере и а вид тоже в определенной раскладке работает так стараемся разделять эти окно сорс и программ как у нас сделано в раскладке editing мы понимаем что здесь мы смотрим исходник а здесь мы смотрим результат хотя если мы объединим их в одно окно это сократит нам рабочее место то есть у нас появится здесь огромное место которым мы можем просмотреть исходники вот здесь но движемся дальше значит в раскладке color мы обязательно будем говорить про цветокоррекции у нас появляется дополнительная панель lumetri color вот так вот должна быть эффектах у нас исчезает lumetri color но появляется да что ж такое то все у меня слетели вот так вот таймлайн на месте появляется здесь панели эффект сэшел графикс сэшел саунд обязательно во всем это говорим и так далее и аудио у нас что ж такое где таймлайн полетел здесь активизирует панели сэншел график сэшел саунд и график средь будет сэшел графикс да что ж такое то опять я просто мало ими пользуюсь поэтому вот что-то происходит непонятное и так в возвращаемся в раскладку editing и сейчас в следующем уроке мы посмотрим как происходит импорт материала для частоты эксперимента я удалю